Едва только закончился чемпионат мира по футболу, а споры насчет его целесообразности до сих пор не утихают, Кокчекис заявил, что Россия готова к проведению летней Олимпиады. Ну уж если он об этом сказал, значит эту идею будут развивать, думать и возможно скоро мы подадим заявку. А вот нужна ли нам данная Олимпиада? Неужели деньги налогоплательщиков некуда больше девать? Давайте обсудим это. Приветствую, это новости сверхдержавы. Мы начинаем. Президент Олимпийского комитета России Станислав Позняков на следующий день после завершения чемпионата мира сказал, что наша страна может претендовать на проведение Олимпиады в 2036 году. Тогда его заявление всерьез никто не воспринял, но через 4 дня об этом сказал и чекист. Он сказал, что заявку еще не формализовали, поэтому надо подумать, посмотреть где, сколько это будет стоить и главное когда. Конечно, давайте проведем Олимпиаду. Мы же богатая страна с нищими людьми. Или неужели вы думаете, что вот эти вот 620 миллиардов рублей в год, которые получат бюджет благодаря увеличению НДС на 2%, или эти миллионы, которые правительство украло абсолютно у каждого жителя, подняв пенсионный возраст, и другие налоги, которые просто душат рядового россиянина, все эти деньги пошли бы на улучшение качества жизни? Полный бред. Деньги появились на войнушку в Сирии, мы же там якобы с террористами боремся. Деньги появились на новый домик для уточки Медведева. Деньги появились на новые международные соревнования и так далее. Народ ведь все оплатил. Зачем нам строить или ремонтировать больницы, особенно в регионах или поселках, когда лучше построить новый стадион? Ведь от чего больше толку? Огромное количество населения лечится до сих пор в больницах, по фотографиям которых можно подумать, что это Сирия после бомбежки. Но нет, это великая щедрая Россия. Конечно, праздник от проведения мирового первенства это прекрасно. Но тот же стадион, который к нему построили, после игр полный уже навряд ли когда соберется, потому что футбол в нашей стране не особо развит. И будет он простаивать, это в лучшем случае, а то и вовсе все эти миллионы, которые были на него потрачены, просто уплывут с первым же летним дождем. Помните, что стадион в Волгограде смыло? Теперь вот и в Нижнем Новгороде крыша стадиона стала протекать. Видимо, бакланы зенит-арены долетели и дотуда. Какие все же неугомонные. Вас не смущает, что все эти чудо-сооружения не выдержали проверку после первого летнего дождя? Ведь это не единственный случай. Или дело в климате, ведь он у нас другой. А по-моему, дело в криворукости и отсутствии ответственности за подобную халатность. Зато какое впечатление мы произвели на весь мир этим чемпионатом. Мы и дальше будем тратить на это миллиарды долларов налогоплательщиков. Геополитика намного важнее, чем благосостояние граждан. Особенно, если эти граждане не привыкли требовать рационально использования своих же налогов. Главное, это стабильность. И войны нет. А не считают, так это запад виноват. Он таким образом сдерживает Россию от обещанного рывка. Десятилетиями, которые нам обещают. Ведь если до чемпионата мира про Россию говорили только из-за новичка, из-за ее агрессивной политики, то сейчас все восхваляют мундиаль. Да, многие страны не изменили свое мнение. Но все же, вспомните, как президент Франции радовался победе своей сборной в Москве. Трамп хвалил Россию за организацию, хотя должен был хвалить за организацию его победы. Но неважно. В любом случае о России заговорили в мире. И на этот раз не как об агрессоре, а с положительной стороны. А для чекиста главное это признание. В стране-то его и так все любят. Он хочет быть для всего мира хорошим. Только вот политику свою менять он не намерен. Потому что видят в России угрозу, видят, что Россия становится для них конкурентом. Ну а пока у нас в стране нет никаких мировых первенств, Россия поможет Катару в строительстве и оборудовании стадионов к предстоящему чемпионату мира в 2022 году. Мы теперь ведь эксперты, другим помогаем. А вот кто поможет России, пока не ясно. Видимо, никто. То, что у себя стадионы протекают и уплывают, это не беда. Мы другим поможем сделать аналогично. И на общем фоне все будет выглядеть нормально. А если вернуться к теме Олимпиады, то пишите в комментариях, нужно ли ее проводить или все-таки нет. А если нужно, то где? Если зимнюю Олимпиаду в Сочи мы проводили в субтропиках, то давайте летнюю где-нибудь на Северном полюсе проведем. Убьем, так сказать, логику иностранцев. Ставьте лайк этому видео и не забывайте подписываться на канал. Ну а мы с вами, конечно же, не прощаемся. Увидимся через неделю.